итак видео на злобу дня записывается 13 августа вот крым вот новофедоровка вот соответственно спутниковые снимки с программы google планета земля про запоминаете вот эти изображения на которых располагается вот эта авиабаза и соответственно прилегающие к ней жилые кварталы вот парковка из видео видите на заднем плане возвышается пожарная башня соответственно на спутниковом снимке она тоже отчетливо видна она прямо по центру верхней части снимка дальше человек двигается в сторону парковки вымощенной аэродромными плитами ну соответственно заднем плане опять это пожарная каланча или просто наблюдательная вышка откуда координируется не знаю взлеты посадки самолетов и соответственно это место располагается порядка в двухстах метрах соответственно от ангара с которого прилетел кусок вот этой металлические какие-то балки в этот китайский внедорожник ну и вот второе видео это дом это скорее всего двухэтажный дом еще светской постройки с надстроенным возможно третьим этажом потому как автор видео говорит что типа с верхних этажей уходите там вообще картон может быть это и трехэтажный дом изначально не знаю в этом видео в этом доме все стекла выбиты все двери опрощенные в сторону ну получается это на восток выходят окна ну и вот их всех по выбивала этот дом находится в 500 метрах ангара вот этот дом со спутниковых снимков ну и напоминаю что вот эти снимки они общедоступны они из программы google планета земля про также есть программа спутникового мониторинга ну чуть ли не в режиме реального времени называется этот сайт planet.com вот с него снимок это буквально на этот же или на следующий день после крымских событий мы можем сравнить вот нижней части был этот снимок на этом кадре видите я показываю расположение складов вот и соответственно в эти склады между которыми ну порядочное расстояние около полукилометра соответственно располагаются такие земляные брустверы которые огораживают парковочные места и соответственно вот парковка с видео и вот дом я измеряю расстояние но расстояние измерено теперь придем к аналитике спутниковых снимков запомните нажмите на паузу вот эти расположения можете либо в планете земля посмотреть либо здесь вот примерно так все и было и соответственно вот это снимки с planet.com то что стало давайте проанализируем ну вот смотрите в левой части расположен склад с боеприпасами и соответственно парковочные места для самолетов но это знают истребители бомбардировщики скорее всего бомбардировщики я не особо разбираюсь в самолетах напишите в комментариях что это за самолеты но запоминаем просто расположение соответственно вот что изменилось давайте начнем с нижней части снимка вы видите что там где был самолет красный кружок вот слева внизу соответственно что-то там взорвалось вот и дальше красный кружок это соответственно красными кругами я выделил воронки желтыми я выделил то что было впоследствии возможно повреждено либо взрывной волной либо как то еще вот но то что не было взорвано как бы изначально соответственно слева красный круг ну видим воронку достаточно большой может быть 20 метров но и самое главное вот центральный круг красный этот круг расположен это воронка расположена не на месте где были самолеты практически вот на асфальте ну или на бетонных вот этих аэродромных плитах ну о чем-то свидетельствует если это была какая-то диверсия ну какие-то диверсанты взрывали то смогли ли бы они разместить взрывчатку прямо вот на поверхности ну о чем это говорит о том что была ли вообще эта диверсионная группа или это было что-то другое сравните еще воронки на месте складов ну и соответственно мы можем представить какой-то радиус вообще вот этих единовременных взрывов возможно вот на этом видео два взрыва это как раз взрывы вот этих складов вот эти два взрыва между которыми где-то 500 метров ну и соответственно главный вопрос на который вы уже дадите ответ вот средняя красная воронка еще раз я повторяю что эпицентр взрыва был не там где самолеты а именно на открытом пространстве могли ли туда установить диверсанты взрывчатку такой мощности но судя по воронке я не специалист на я думаю что это десятки килограммов поэтому подумайте могло ли это быть просто взрывное устройство могли ли это быть какие-то воздушные удары и рядом с этим с центральным так скажем взрывом поврежденные самолеты вот эти желтые кружки ну соответственно их возможно просто взрывной волной зацепила и деформировала ну так скажем они были выведены из строя тем не менее соседние брустер справа от центрального красного круга он наполнен очевидно боеприпасами которые уцелели вот о чем это говорит о том что земляные укрепления они все-таки конечно достаточно надежные ну собственно больше анализировать тут нечего я заканчиваю видео всем спасибо за внимание всем удачи и мира в дух америки даме Продолжение следует... С добрым утром, человечество!